Дом Детского Творчества Дом Детского Творчества Его более столетняя история насчитывает такой продолжительный период, и именно в этом здании всегда были образовательные организации. Сначала была прогимназия женская, во время войны и послевоенное время это была средняя школа, потом был Дом Пионеров и с 1986 года Дом Детского Творчества. Как за это время Дом Детского Творчества менялся? В 1986 году какие были объединения, какие кружки работали? С самого начала открытия Дома Детского Творчества более 25 лет работает объединение авиамоделирования, рукоделия, художественной керамики, народного танца. То есть такие объединения, которые у нас работают уже много лет, пользуются популярностью местного населения. И уже третье поколение обучающихся, то есть бабушки, дедушки, папы, мамы приводят своих внуков в третьем поколении, обучающиеся занимаются в этих объединениях. А что нового появилось за последнее время? Два года назад в нашем Доме Детского Творчества открылся кабинет робототехники. Очень интересное направление, очень воспользованное населением. Два педагога Кизимова, Виктория Валерьевна и Кизимов Сергей Васильевич, занимаются с детьми в количестве почти 130 человек. Сто из них занимаются бюджетной формой обучения. То есть больше ста детей у нас погружаются в мир робототехники, участвуют в соревнованиях, фестивалях, побеждают в различных конкурсах, в том числе в региональных, всероссийских. То есть продуктивно работает объединение. Насколько я помню, у Вас есть еще очень интересный кружок по астрономии. Да, у нас объединение астрономии руководит этим объединением педагог дополнительного образования Анжелика Анатольевна Виби, профессиональный педагог. Ее силами и в части реализации сетевого взаимодействия с Институтом РАН астрономии. У нас прошла девятая олимпиада по астрономии для младших школьников. Это было буквально 28 февраля. В качестве жюри участвовали работники этого института астрономии. Принимали участие обучающиеся Дома детского творчества и ученики школы Одинцовского городского округа. То есть вот такая вот обширная девятая по счету уже олимпиада у нас прошла. А вот как-то можете охарактеризовать ее результаты? Дети знают астрономию? Вы знаете, научно-практические работы были довольно высокого уровня. Это отметило жюри. И в связи с тем, что у нас все-таки астрономией занимаются дети в Доме детского творчества три раза в неделю по два часа, а не как в школе, в принципе, предмет астрономии вообще. У нас час в неделю, ну один урок в неделю был в наше время. Поэтому, конечно, первое место досталось нашим обучающимся. Ну и школы Одинцовского городского округа достойно выступили, заняли вторые, третьи места. У вас очень разные направления есть, да, и рукоделие, и народное творчество, и робототехника, да, астрономия, такие более современные. А какой интерес у молодежи вызывает, наибольший интерес, что именно вызывает? Они как к современным наукам стремятся или все-таки то, чем и бабушки, дедушки занимались, тоже привлекает? Вы знаете, при открытии записи в объединение традиционно очень быстро занимаются бюджетные места и в том числе платные места на приоритетные направления. Это танцы, это физическое развитие ребенка, это изо студии, то есть все хотят рисовать и приобщить этого ребенка к творчеству изобразительному. Художественная керамика очень пользуется популярностью. Ну и, соответственно, робототехника – это актуальная тема, поэтому очень активно детки записываются туда. В прошлом, два года назад, также у нас было открыто объединение геологии, объединение Друза. Руководитель этого объединения Данилева Галина Юрьевна совместно с Московским государственным геолого-разведочным университетом имени Сергея Роженикидзе проводит в мае 2020 года проводит обширную первую подмосковную олимпиаду геологикографическую для школьников с первого по одиннадцатый классы. Уже принято очень много заявок, заявились участники с Рыбинска, из Москвы, Санкт-Петербурга. То есть, она открытая, эта подмосковная олимпиада, пусть она и подмосковная, но она открытая, и имеет право участвовать в ней все, кто захотят. Я думаю, что это будет очень интересно в качестве жюри профессорско-преподавательский состав МГРИ. Поэтому жюри будет объективное. Я думаю, что будем проводить в течение двух дней, 16-17 мая. В какой форме? Это ответы на вопросы? Нет, там будет очень интересная программа, участники будут разбиты на секции, в каждой секции будут практические работы. Уже сейчас мы готовим контурные карты для заполнения, то есть работа ведется, работа будет интересная. Плюс командные будут мероприятия и индивидуальные. А вообще, как занимается это геологическое объединение? Вот геолога сразу видишь в тайге. Какие-то поездки бывают? Поездки у них бывают. У них будут пешие походы, экскурсии в ближайшем районе Звенигорода. То есть они изучают природные явления, ищут полезные ископаемые. Потом формируют выставку. У нас очень много всяких различных камней в Доме детского творчества. Если у нас будет, мы вам обязательно их покажем. С удовольствием посмотрим. Также было организовано две выездные экскурсии для детей. Это в Рыбинск и в Санкт-Петербург. Поэтому эти же дети активно участвуют в различных олимпиадах при МГУ. Ездили в Санкт-Петербург на геологические олимпиады. Вот сейчас они также собираются ехать в Санкт-Петербург. Я надеюсь, что займут призовые места. Ну, то есть тем, кто приедет к вам на эту олимпиаду, будет сложно. Конкуренция очень серьезная. Ну, поскольку это геолого-географическое, поэтому ученики школ, которые хорошо знают географию, я думаю, что имеют шанс и возможность победить. Этот год у нас проходит 75-летие Великой Победы. И у вас очень много мероприятий уже идет в Доме детского творчества, в том числе конкурс чтецов. Расскажите, пожалуйста, насколько эта тема для детей сейчас интересна? Или все-таки это вот несколько, ну, скажем так, немножко навязанная сверху? Нет, очень активно принимают участие детки наши и дети из других образовательных организаций. Мы планируем записать видеоролик после этого конкурса. Это очень сейчас востребовано для того, чтобы создать из этого проект. А это очень хорошо память и всегда благотворно действует на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Поэтому я думаю, что этот конкурс займет достойное место, как и другие наши конкурсы, которые в преддверии 75-летия Победы у нас планируются и будут проводиться. А много детей принимало участие в конкурсе чтецов? Порядка 36-40 человек. А какие стихи сейчас дети выбирают? Классиков, скажем так. Да, в основном классиков, да. В основном классиков. Ну и здесь... Современное прочтение, оно очень редко используется. Ну, у нас даже был такой момент, когда девочка победила в конкурсе чтецов. Это было, если я не ошибаюсь, это был региональный конкурс со стихотворением собственного сочинения. Есть насаблена такая девочка. Которая решила что-то новое сказать. Она сочинила, да, и победила в этом конкурсе. А какие еще конкурсы к юбилейной дате планируете? В рамках мероприятий 75-летия, посвященных 75-летию Победы, у нас планируется много мероприятий. Самый значимый из них, это, наверное, ежегодный проект «Портрет ветерана». То есть мы его проводим уже много лет. К сожалению, ветеранов каждым годом становится все меньше. Поэтому мы приглашаем ветеранов-участников и ветеранов-участников боевых действий уже. Для встречи с обучающимися из-за студии Дома детского творчества. Во время встречи они делятся своими впечатлениями с детками. Профессиональный художник Маслом рисует портрет этого ветерана. Детки тоже рисуют этот портрет с натуры. И в конце встречи торжественно вручают этот портрет участнику боевых действий или ветерану. Этот проект, кстати, был отмечен премией губернатора Московской области. В нашей Подмосковье, да? Да. Еще один масштабный, можно сказать, проект у нас, он длится уже много лет. Это международный конкурс детско-юношеского рисунка «Мир без войны». Финалисты этого конкурса, победители этого конкурса, работы победителей этого конкурса выставлялись в различных странах в виде выставки. Силами педагогов Дома детского творчества Орловых Светланы и Сергеевы возились в Сербию, Македонию, Турцию и Англию. То есть очень много положительных эмоций, благодарственных отзывов об этих выставках. Еще один глобальный проект, посвященный 75-летию победы, в рамках мероприятий проводится. Пятый юбилейный военно-патриотический фестиваль «Голос мира» международный, в котором принимают участие Сербия, Македония, Белоруссия, Казахстан. Соответственно, наши российские исполнители будут. Этот фестиваль будет проводиться 28-29 апреля в два этапа, в два дня. Первый день 28-го у нас планируется парадшествие духовых оркестров и барабанщиков. Порядка где-то 150 участников. И на следующий день, 29-го, сам фестиваль, финал фестиваля. Обычно, традиционно в этом фестивале принимают участие более 250-300 участников. Будем надеяться, что это будет зрелищно. Я не сомневаюсь, что так и будет. А хватит ли всем места в Доме детского творчества? Мы проводим этот фестиваль в культурном центре Елеме и Любовь Орлова ежегодно, потому что там точно хватает. Хотя, в принципе, тоже место ограничено. Мы бы могли и пошире привлечь участников побольше. Но, к сожалению, там тоже ограниченное количество места. А хватает ли всем воспитанникам Дома детского творчества места в здании? Все-таки здание старое. В настоящий момент в Доме детского творчества обучается 840 детишек. 673 из них обучаются на бюджетной форме обучения, 167 в небюджетной, то есть платной. Работает 6 направленностей. Открыто всего 38 объединений, 71 группа по 6 направленностям. Это художественная направленность, 370 обучающихся, техническая направленность, это 137 обучающихся, физкультурно-спортивная направленность, 86 обучающихся, естественно-научная направленность, 69 обучающихся, социально-педагогическая направленность, 61 обучающихся, и туристка-краеведческая, 38 обучающихся. Но юные художники вне конкуренции. Естественно, всегда художественная направленность, она приоритетна, и она востребована, и пользуется большой популярностью. Еще один проект, на который стоит обратить внимание, это проект туристко-краеведческой направленности, деятельность которой является массовой формой вовлечения и приобщения детей к патриотическому наследию России. В рамках образовательной программы, которую реализует педагог дополнительного образования, доценка Инны Ивановны, проходит очень много экскурсий, пеших походов по окрестностям города Звенигорода с различными интересными лекциями. Был интересный проект у Инны Ивановны, который назывался «Звенигородские наличники». То есть дети приходили, проходили, фотографировали наличники, потом выставляли эти фотографии в виде экспозиции. Ну и, соответственно, как реализация данного проекта и культурно-просветительской деятельности, педагогом дополнительного образования, в качестве соавтором выступила в публикации книги по краеведению «Звенигородье», «Звенигород. История природы достопримечательности». Ну, мне кажется, вот да, грех жить в Звенигороде, не интересоваться краеведением, все-таки место обязывает. Мы, кстати, планируем выпуск второй книги, то есть она готовит уже к издательству вторую книгу. Ну, мы будем с нетерпением ждать, чтобы ознакомиться. А легко ли попасть в Дом детского творчества? Запись Дом детского творчества проводится посредством регионального портала государственных услуг. Как только открывается запись, в прошлом году это было с 15 апреля по 15 июня и с 15 августа по 30 сентября. В этом году пока еще мы не знаем, когда будет запись открыта, мы обязательно ее анонсируем. То есть мы открываем запись в объединение и, пожалуйста, через портал государственных услуг, через РПГУ Московской области можете записаться. Как на платной, так и на бесплатной основе, все только через областной портал. Да, конечно. А вот как вы думаете, сложно судить, как было раньше, потому что, ну, я, скажем так, мама относительно молодая, но мне кажется, сейчас дополнительное образование очень востребовано. Вот чем это объясняется? Родители хотят своих детей, ну, может быть, несколько переложив какие-то свои функции на систему, или просто появилась возможность, разные объединения открылись, разные направления появились? На сегодняшний день дополнительное образование – это сфера, которая обеспечивает наиболее высокий уровень эмоционной активности населения. Если сравнивать с институтами общего образования, дополнительное образование дает более широкий спектр образовательных услуг, которые реализуют потребности и интересы детей и их родителей. Соответственно, предлагает разносторонние программы, в том числе профессиональная ориентация проходит у детей. То есть они уже могут присмотреться к чему-то? Они приходят к нам в одно, два или более объединений, посещают их, потом имеют право отказаться от этой услуги, если она им не понравилась, и остаться на другой услуге. Бориса Николаевна, как Вы думаете, стоит сосредоточиться на чем-то одном, или вот как там, кружок по фото, по пению и все сразу? Вы знаете, как правило, родители выбирают сразу большой спектр образовательных услуг, и потом получается, что ребенок загружен, не успевает, в школе сложно, задают много, и приходится им отчисляться, чем-то жертвовать. Ну, я бы как мама выбрала бы тоже все направления для того, чтобы ребенок смог попробовать себя, свои потребности, свои способности в каждом направлении, а потом это, в принципе, можно и отказаться. А в Доме детского творчества в Звеникорде направлений много, поэтому можно попробовать практически все, что представлено. Они у нас и в шахматы, они у нас и танцуют. Один и тот же ребенок может и в шахматы объединение шахмат посещать, и хореографическое объединение, и за студию, и авиамоделирование. Кстати говоря, на взрослой жизни, как Вы думаете, отразится ребенок, посещавший кружки и не посещавший кружки? Вот тот, кто не посещал, он будет менее успешен или совершенно не факт? Конечно, дополнительное образование очень влияет на самоопределение, самореализацию ребенка и на его конкурентоспособность в дальнейшей жизни. Это естественно, потому что ребенок получает дополнительный запас знаний, опыт, в том числе участие в олимпиадах, в практических конференциях, подготовке докладов, проектов. Да, это в школе тоже есть, но в доп. образовании это более расширенное, более углубленное. А самое главное, что в доп. образовании у него есть возможность делать то, что ему нравится. В школе только любишь математику, не любишь, будь добр. Это самое главное, что ребенок сам выбирает программу, по которой он будет заниматься. То есть если она ему не нравится, его мама не заставит ходить. Спасибо большое, Лариса Николаевна, что пришли к нам сегодня в студию. Желаем успехов вашим воспитанникам на предстоящих конкурсах. Уверена, результат будет очень хороший. Спасибо вам, телезрители, дорогие, что провели сегодняшнее ваше свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...